Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс. Подписывайтесь, мы каждый день в этом канале размещаем конкретные торговые идеи и общие новостные сфотки, заметки по рынку, которые также помогут вам в принятии торговых решений. Ну что, друзья, я сразу хочу подготовить вас к тому, что следующая неделя обещает быть на редкость супер волатильной, потому что за 5 торговых сессий, которые мы будем ждать с понедельника по пятницу, нашему вниманию, как трейдеров и спекулянтов будут представлены. Заседание резервного банка Австралии, заседание банка Англии, заседание федеральной резервной системы. Помимо этого, мы будем ждать традиционный отчет для первой недели месяца в пятницу non-farm perils и еще состоится заседание ОПЕК, которое будет важно для рынка нефти. То есть все эти события – это влияние конкретное на конкретный финансовый актив. И, собственно, если мы вспомним те торговые инструменты, которые являются основой нашего инвестиционного портфеля, это как раз тот новостной фонд, который нас и должен интересовать. Друзья, я с вами буду каждый день, соответственно, каждый день мы будем готовиться к событиям предстоящим, стараться проанализировать общий новостной фонд и то, с чем, опять же, сейчас приходится работать с ответственным регулятором, чтобы принимать решения, которые, скорее всего, сейчас в текущих реалиях уже предполагают ужесточение монетарной политики, а, соответственно, еще и формируют хороший потенциал для усиления позиций риска. Ну, обо всем по порядку, друзья. Нам сегодня надо закрыть неделю. Соответственно, смотрим на экономический календарь текущей торговой сессии. Несколько релизов по штатам, личные доходы, личные расходы. После статистики, которая вышла накануне по темпам экономического роста, после провального отчета по заказам товара длительного пользования, я сомневаюсь в том, что личные доходы и личные расходы сегодня смогут оправдать ожидания оптимистов. И вообще, после последних отчетов, после содержания бежевой книги федеральной системы, которая сообщила о том, что экономика, по сути, потеряла третий квартал из-за того, что очень много рисков было реализовано в тот период, и эти риски сейчас приводят к таким слабым макроэкономическим отсчетам. Я склонен полагать, что вот эта тенденция фундаментальной слабости американской экономики, она будет сохранена, по крайней мере, до конца этого года. Из-за того, что мы продолжаем говорить о безумной инфляции, из-за того, что мы по-прежнему осознаем, будучи инвесторами, которые обращают внимание на отдельные компании и общее положение дел в мировой экономике, осознаем то, что проблемы, связанные с логистикой, с срывами цепочек поставок, они никуда не делись. И также актуальными являются еще опасения, связанные с ковидом. Эту тему мы с вами очень долгий период времени не затрагивали, но сегодня, когда перейдем к описанию перспектив и определению, точнее, перспектив рынка нефти, коснемся. Тем будет плохая статистика, но, друзья, приходится говорить то, с чем работают все на финансовых рынках. В общем, от сегодняшних данных по штатам я не жду хороших релизов, поэтому хороших цифр и, соответственно, ожидаю, что доллар, который уже снижается, продолжит эту нисходящую тенденцию. Следующий отчет – это по канадской экономике темпы ВВП. Канадский доллар мы с вами покупаем уже долгий период времени, сейчас котировка 1,2350. И я думаю, что в отличие от статистики по американской экономике, в Канаде общий показатель ВВП может быть довольно неплохим. Опять же, это будет логичным следствием на последние данные по рознице, на активности промышленного сектора, сферу слуг, на общее состояние рынка труда. Да и на то, что Банк Канады ранее уже начал ужесточать монетарную политику. В общем, в случае выхода сегодня неплохого релиза канадский доллар сможет получить дополнительную поддержку. Но это все равно будет лишь незначительная порция топлива для дальнейшего движения, для него, потому что основной триггер его дальнейшего восходящего движения – это, друзья, еще большее ослабление курса доллара, американского доллара, и возобновление роста цен на нефть. Ну, в обоих случаях, что в отношении нефтянки, что в отношении американской валюты, рынок пока движется в тех траекториях и находится в тех тенденциях, которые нам необходимы. Рынок нефти снова возобновил восходящую динамику, а доллар обновляет локальные минимумы. Цель по доллару канадцу 1.22 и ниже. Она все еще актуальна. Что касается текущей торговой сессии, вот рынка нефти. Мы видим сейчас снова возвращение на рынок покупателей после непродолжительных продаж. 84 доллара за баррель уже снова дают по бренду. Ранее настроение омрачили. Цифры по запасам, когда администрация медицинской информации сообщила, что на минувшей неделе запасы нефти выросли. Это могло быть следствием более высоких показателей импорта, более низких показателей загрузки нефтеперерабатывающих предприятий. Даже снижение запасов бензина, по сути, не нейтрализовало особо картину. Но я думаю, что этот отсчет мы благополучно можем уже отпускать, друзья. Скоро будет новая статистика. Я думаю, что в текущих реалиях все-таки логичнее наблюдать цифры со знаком минус и ни о каком росте запасов не говорите в целом. Что касается ковидной обстановки, последние цифры по росту количества заболевших во многих регионах Китая, хотя давайте не будем совсем обобщать, в некоторых регионах Китая, в Европе и России. В частности, количество случаев заболевания в Европе сейчас находится на пиковых уровнях с весны. То есть за последние сутки было зафиксировано такое же количество, как в марте, друзья, этого года. Я надеюсь, что эта тенденция будет в ближайшее время все-таки снова сломана и количество заболевших продолжит снижаться. Но пока цифры говорят о том, что ковид по-прежнему не отпускает по прошествии практически еще одного года. В России вовсе рекордные показатели. Как все это влияет на рынок нефти? Если ситуация ухудшится, то, разумеется, пострадает спрос на углеводороды, потому что пострадает в целом мировая экономика из-за необходимости возможных повторных ограничительных мер, локдаунов и прочего. Но это пока только лишь гипотетические риски. Я обозначаю, чтобы вы имели в виду, что такой фон рынке сейчас присутствует. То, что котировки сегодня, опять же, выкупают активно, все-таки это следствие глобального топливно-аналитического кризиса и ожидания того, что на ближайшем заседании ОПЕК никаких судьбоносных решений по росту нефтедобычи принято не будет. А значит, бренд сможет продолжить восходящее движение и снова целься в район 90 долларов за баррель. Если в сегодняшний день и после заседания ОПЕК на следующей неделе тенденция роста сохранится, друзья, тогда актуальны будут цели и по 100 долларов за баррель. Ну и вкратце по основным, остальным идеям. Доллар, индекс доллара 93.39, годовые данные по ОВП. 2% – это цифра гораздо хуже, чем ожидали даже пессимисты. Поэтому, собственно, есть вновь актуальные рыночные ожидания того, что федеральная недельная система на следующей неделе снова начнет мудрить и переносить сроки постепенного ужесточения монетарной политики. Хотя я уже смеялся с тем, что, скорее всего, программу количественного смягчения начнут сворачивать. А вот перспектива повышения процентной ставки едет благополучно уже на 2023 год. Золото 1794. Ждем все-таки восстановительной динамики. Топчется оно в районе 1800. Я думаю, что это говорит о потенциале, который есть у покупателей. Этот потенциал может быть реализован. Европейская валюта 1.1673. Вчера рисковая сделка. Продажа именно в расчете на ослабление и отсутствие каких-либо решений от Европейского Центрального банка, к сожалению, не принесла своих плодов. Ну, так бывает. Данные, слабые данные по ВВП США задавили общий новостной фон, стали причиной снижения курса доллара. Это поддержало риск. И евро в этом свете не стал исключением. По поводу последствий и итогов заседания Европейского Центрального банка ставки на прежних уровнях, программы количественного смягчения, никаких коррективов и, самое главное, ЕЦБ даже не стал анонсировать вероятность каких-либо изменений в будущем периоде. То есть программа количественного смягчения, которая сейчас на 90 миллиардов евро в месяц действует, так и будет действовать как минимум до марта следующего года. Евро, собственно, вне сделок, сфокусируясь на прежних рисках, о которых ранее вам рассказывал. Фунт ждем еще выше. Цели 1.39-1.40 тоже остаются актуальными. Австралийцы продолжаем покупать. 0.7550 в следующей неделе заседание Резервного банка Австралии. Высокая вероятность сокращения программы количественного смягчения после последних данных по индексу потребительских цен. И американский фондовый рынок, очередной исторический хай 4570 пунктов. Ждем выше 4.4600 и цель 4.700 также актуальна. На этом, собственно, все, друзья. Хорошего вам закрытия недели, замечательных выходных и до скорых встреч уже на следующей. Всем пока!